Экстренное Экстренное сообщение 18 октября 1967 года 7 часов 34 минуты московского времени автоматическая станция Венера-4 пройдя расстояние около 350 миллионов километров достигла планеты Венера. Этой новой, выдающейся победе советской науки и техники предшествовала кропотливая и длительная работа ученых, конструкторов, инженеров, техников и рабочих. Проводились многочисленные испытания станции в самых жестких условиях. Нужна была полная уверенность в том, что станция сохранит работоспособность до самого конца полета. Работы на верфи космических кораблей подходят к концу. 12 июня 1967 года автоматическая станция Венера-4 отправилась в далекий путь к таинственной утренней звезде. С этой минуты днем и ночью Земля следила за ее полетом. «Как самочувствие?» – спрашивали станции с Земли. Из глубин космоса приходил ответ. «Все системы и механизмы работают нормально». Осуществив плавный спуск и посадку на поверхность Венеры, автоматическая станция позволила получить ценнейшие данные об этой планете и доставила на Венеру второй советский вымпел. Волгоград. Здесь воздвигнут монументальный памятник ансамбль героям Сталинградской битвы. Для участия в церемонии открытия памятника прибыли руководители партии и советского государства. В своей речи на торжественном митинге генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев сказал, «Здесь, думая о прошлом и мечтая о будущем, люди будут вспоминать тех, кто погиб, защищая вечный огонь жизни». «Пусть этот памятник, воздвигнутый на берегу Великой Русской реки», сказал министр обороны СССР, маршал Советского Союза Гречко, «пронесет через века славу нашей победы». На Мамаев курган доставлен факел, зажженный на площади павших борцов. Леонид Ильич Брежнев зажигает вечный огонь в пантеоне, в зале воинской славы. Величественный памятник ансамбля на Мамаевом кургане останется в веках символом несгибаемого мужества защитников Волжской твердыни, олицетворением бессмертного подвига народа-героям. В Москве, в Большом Кремлевском дворце, состоялась сессия Верховного Совета РСФСР. С докладом о государственном плане развития народного хозяйства РСФСР на 1968 год и о планах развития народного хозяйства РСФСР на 1969-1970 годы выступил заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель Госплана Республики, депутат Герасимов. О государственном бюджете РСФСР на 1968 год и об исполнении государственного бюджета Российской Федерации за 1966 год доложил сессия министра финансовой республики депутат Фадеев. На заключительном заседании сессии состоялось вручение памятного знамени Центрального комитета КПСС, Президиума Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС. Этой высокой наградой Российская Федерация удостоена за заслуги в развитии социалистической экономики и культуры. От имени народов многонациональной советской России член Политбюро ЦК КПСС, председатель Совета Министров РСФСР депутат Воронов, выразив глубокую благодарность за высокую награду Родины. Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев принял бригаду немецких рабочих завода Карл-Сейс-Ена. Эта бригада зачинательница социалистического соревнования в ГДР в честь 50-летия Октябрьской революции. Немецкие рабочие рассказали о ходе соревнования на их заводе и поделились своими впечатлениями о пребывании в Советском Союзе. На встрече присутствовал посол Германской Демократической Республики в Советском Союзе Хорст Битнер. Встреча прошла в теплой сердечной атмосфере. В Кремле председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косигин принял министра внешней торговли Республики Куба Марсело Фернандеса Фонте. С кубинской стороны в беседе приняли участие члены торговой делегации Луис Хиральдо Бутьерес, Герман Амадо Бланко и Армандо Перас Пинто. С советской стороны министр внешней торговли Патоличев и торговый представитель СССР на Кубе Владимирский. Беседа прошла в дружеской обстановке. В Москве, в Центральном доме культуры железнодорожников, москвичи отмечали День дружбы городов-героев Москвы и Ханойя. Посланцев борющегося Вьетнама приветствовал председатель исполкома Моссовета Промыслов. Дружными аплодисментами было встречено выступление главы вьетнамской делегации Чан Зуй Хынга. Он выразил советскому народу горячую благодарность за братскую помощь и поддержку. Встреча трудящихся Москвы и Ханойя еще одно свидетельство нерушимой дружбы и братства двух социалистических стран. Прекрасная земля Лаоса. Край голубых гор, пенистых водопадов, край вечно зеленых джунглей. 22 года назад народ этой соседней с Вьетнамом страны добился независимости своей родины. Но американские империалисты осуществляют вооруженное вмешательство в дела Лаоса. Они ведут необъявленную воздушную войну против лаосских патриотов. Грубо нарушая Женевские соглашения 1962 года, агрессоры подвергают барварским бомбардировками обстрелу целые районы страны. Но патриотов не сломить. Отважно отражая атаки воздушных стервятников, они ведут упорную борьбу за независимый мирный Лаос. В московском цирке новая программа «Всегда в пути». «Галактика». Так называется этот бесстрашный полет воздушных гимнастов под куполом цирка. «Семья Волжанских». Эквилипристика на канате. «Сальто с шестом». «Сальто без шеста». Изобретательность, артистизм, отточенное мастерство захватывает зрителя. Лихие джигиты народного артиста РСФСР Алибека Кантемирова заканчивают этот праздничный цирковой спектакль. Алибека Кантемирова